Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и я вернулся в Marvel Битвы Чемпионов, чтобы посмотреть на новые карты, которые добавили достаточно давно, обновление вышло, появился Таскмастер, а также Модок, новый персонаж, это большая голова, скорее всего он относится к нелюдям, но отпишите и поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Я скатался в Москву, скатался в Тверь, если вы пропустили стримы, а точнее лайв-встречи, посмотрите их, думаю, много всего полезного вы там найдете. У нас, значит, есть новое задание, отель Модок называется, или Модок, я не знаю, как этого перса на самом деле зовут, помимо него есть особое задание, где мы можем различные ништякосы получить, я его не проходил, но думаю, этому заданию можно посвятить отдельное видео. Мы отправимся сюда, сейчас я прохожу на уровне герой, помимо мастера у нас еще появился освобожденный, то есть, если вы слишком крутые в данной игре и вам все нипочем, вам нужен вот такой вот режим. Здесь уже как раз осколки кристалла шестизвездного персонажа есть. То есть, скоро, наверное, я закончу в данную игру играть, потому что моего мастерства не хватает для этого. Ну ладно, посмотрим, что у нас здесь есть, значит, ежик полезный, катализатор четвертой категории, эта штука мне нужна. Также мы сегодня откроем кристалл пятизвездного героя, он у меня накопился, осколков достаточно уже, но сейчас мы поборемся против Модока. Как раз массаж горячими камнями. Вот такая вот у меня сейчас команда. Как вы видите, Таскмастер на нас прыгает. К сожалению, из-за того, что я находился в поездке, то есть, в Москве, Твери, я не смог набить на данного персонажа арену. Но не переживайте, видео выйдет чуть позже. Итак, у нас здесь, смотрю, очень много всяких порталов. Так, ладно. Биться мы сейчас будем против Веном Пула. Я думаю, я его быстро завалю, особенно если отключу автобой. Что классно сделали в автобое, вы можете выбирать момент, когда можно применить ту или иную спецатаку. Воу-воу-воу-воу-воу. Вот, кстати, давайте, вот сейчас я вам покажу. Включу автобой просто. Блин, на меня кровотечение назначили. Вот сейчас, допустим, у нас есть... Вот. Она сама применила, я не нажимал, честно. И мы завалили сразу Веном Пула. То есть, этот момент сделали как в трансформерах. В трансформерах вы можете выбирать нужный момент, нажимать, значит, на спецатаку. И ваш трансформер, автобот или десептикон будут применять ту или иную атаку. Ладно. Пропустим, короче, этот момент. Что хочу сказать по поездке. Были очень насыщенные вот эти два дня. Я надеюсь, вы были со мной и не пропустили. Потому что было действительно интересно. Я побывал в Твери. Меня очень хорошо и тепло там приняли. Пообщались с Семеринкой. Я надеюсь, многие сейчас смотрят данное видео. Потому что здесь просто все будет раскрываться практически. Помимо этого, я был у Анкл Де. По-моему, так именно зовется Вован. Это Five Stars Gaming. Поиграл у него в Need for Speed Payback. Те, кто не видели трансляцию, можете найти его канал легко в поиске Ютуба. И там есть стрим. Также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Там вы ссылку точно найдете. И посмотрите тот стрим, который был. К сожалению, времени у меня было мало. Нужно было уже ехать на метро и, конечно же, на поезд, который меня ждал. Знаете, у меня все прям впритык получилось. Я все успел. Всем доволен. Лайв-встречи я оставлю, конечно же, в подсказках. Вы можете перейти, посмотреть. Было много всего полезного. Я надеюсь, для вас. Ну, а мы продолжаем наваливать Говарда Утки. Также многим после обновления последнего раздали 4-звездного Говарда Утку. Ну, сейчас, кстати, мне кажется, что 4-звездные персонажи будут легкодоступны. Скорее всего, появится какая-нибудь арена на 5-звездного или, не дай бог, блин, на 6-звездного. Я не знаю, кто в них будет играть, но, скорее всего, топы, то есть не я, и будут выбивать данного персонажа. Кстати, сейчас в пвп-акции, то есть в конфликте, очень классное событие идет, где вы можете с помощью 1-звездных и 2-звездных персонажей нехило так набрать осколков 5-звездного кристалла. Точнее, кристалла 5-звездного героя. Отлично. Я пока что-то гамбитом всех валю. Итак, движемся дальше. Где же наш Модок-то? Надо было, кстати, хотя бы какое-то видео посмотреть о данном персонаже, прежде чем начинать. Но в критик все по времени было. Я, как приехал с Москвы, сразу же с утра поехал на работу, после работы приехал домой, покушал, и я был просто уставший. Я даже никакое видео не снимал, я просто отдыхал. Уж больно меня измотали вот эти все поездки, реально. Потому что первый день я практически все время был на ногах, перемещался то по метро, то в метро стоял, так скажем... Ехал до станции... Ооо, у меня что, заканчивается энергия, да? Серьезно? Ооо, против Таскмастера мы подеремся как раз. Заодно вы посмотрите на этого персонажа. К сожалению, я не смог его выбить из-за недостатка времени, но сейчас будет повтор, и я постараюсь набрать 1 миллион 500, 1 миллион 600, где-то 1000 очков, и открою трехзвездного. Также у меня есть кристалл пробуждения, который я думаю на него использовать. Вообще, отпишите в комментариях, как вам Таскмастер. По мне, думаю, он интересный перс. Один из злодеев Марвел. Воу-воу-воу-воу-воу, успокойся, чувак, что с тобой происходит? Да ты что, серьезный? Ты очень крутой. Ну, мне нравится его движение пока что, но чем-то особенным он пока не выделился. Что ж, сейчас мы побьемся против здоровенной башки. Кто уже победил его, отпишите в комментариях. Придется использовать все-таки мне энергию. Запас энергии. И давайте возьмем вот череп и кости. Уж больно этот персонаж крут. Спасибо всем, кто порекомендовал его. Перс реально имбовый. Воу-воу, башка у тебя нормальная такая. Но нет, я не буду... Ух ты, что это у тебя такое было? Это у тебя блок такой что ли? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Блин, ну, башка у тебя прикольная. Офигеть, он вынес меня. Ты, чувак, офигевший. Я думал, я сейчас его в легкую вообще завалю. Очень странно. Ладно. Я недооценил своего врага. Так. Чё ж тебе такого крутого-то, а? Я смотрю, у него какой-то заряд типа души или чего-то есть. Ага, из башки он стреляет. У него там чё, камень бесконечности, мне интересно? Чё, чувак? Ты тратиться-то будешь или всё время блок ставить? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо. Ты давай-ка не набирай тут никаких зарядиков. Ну-ка посмотрим, кровь из тебя льётся? Льётся. Эй, успокойся. Воу! Нифига себе, какие у тебя штучки есть. Блин, честно, он такой мистический персонажик-то. Хотя, относится к науке. Следовательно, он был, наверное, когда-то человеком. Давайте возьмём Дракса. Ну чё? Давай, побьёмся. Воу, серьёзно. Мне интересно, чё будет после того, как его души или что это обновится. Офигеть, блин, он вообще выносит. Ты успокойся-ка. Всё, парирование. Давай, Дракс, я на тебя просто надеюсь. О, чёрт, нет. Не вовремя я отпустил блок. Ладно, у нас остался последний персонаж. Офигеть, он меня просто выносит. Жесть. Ну, гильотинушка, я думаю, меня сейчас не подведёт. Да и жизни у неё осталось не так много. Но зато два заряда. Чего-то. Наверное, тоже пополняться жизни будут? Нет. Ничего не пополнилось. Может быть, атака у него пополняется, либо ещё какой-то параметр. Отпишите в комментариях, кто уже разобрал этого персонажа досконально. У Демон Шоу, скорее всего, будет какой-то более подробный обзор по модуку. Так, отлично, отлично. Мы так нехило тут пооткрывали всего. Вернуться к заданиям давайте сделаем. 1230 он мне предлагает осколки кристалла 4-го звёздного героя. Итак, поддержка, пожалуйста, где все? С бухлишком он такой. Если мы хотим тут пятизвёздочный отель устроить, то нужно работать лучше. Вот где, помнится, я тут коктейль со льдом себе заказывал? Ах, да, намного лучше. Чё-то ему кинули туда. Я предлагаю тост за самопровозглашённых космических богов. Нет той игры, в которой Модок не стал бы победителем. Что он имел в виду? Очень странно. Ага, я тут смотрю, Таскмастер. За будущее битвы чемпионов. Бухнём. Не совсем понятно, о чём речь была, ну да ладно. Что ж, можно, кстати, попробовать ещё здесь пройти что-нибудь. Давайте вот, наверное, среднее возьмём. Чё-то трудно, я вижу, там совсем крутые персонажи меня будут ждать. Хотя, давайте-ка нет. Выберем, наверное, другое. А, мне надо было нажать выйти всё-таки. Давайте выйдем. Закончим задание, и всё-таки я выберу трудно. Посмотрим, насколько там сложные персонажи, и может быть я даже смогу пройти. Посмотрим. Начать задание. Итак, вот здесь, в принципе, более-менее нормально. Ну, на них ещё висит усиление. Итак, рассамашка против Гамбита. Давайте посмотрим, кто победит. Мой скилл или ботовский скилл? Ты серьёзно, хотел тяжёлую атаку мне применить? Нет, я просто так не дамся. О-о-о, серьёзно, ты такой жестокий мужичара прям, да? Так, оглушение действует, на-ка тебе, выпусти. Так я и не научился нормально, кстати, Гамбитом играть. Думал, персонаж классный, но я его в дальнейшем не планирую прокачивать. Очень хочу получить из мутации либо Шторм, либо Псайлок. Во-во-во-во-во-во, тихо-тихо. Тихо-тихо, рассамашка, успокойся. Как насчёт того, чтобы упасть и больше не вставать? Отлично. Ну ничего, пока я справляюсь. Посмотрим, что будет дальше. А дальше, скорее всего, будут персонажи помощнее и пошустрее, чем я. Итак, нас тут ждёт прекрасная... Торочка. Так, давайте возьмём гильотину. Всё время забываю, как её зовут. Джейн Фостер. Всё понятно. Давай, Джейн. Падёшь или не... Ух ты, ё, ты чё, блок, что ли, пробиваешь, а? Дура, успокойся. Давай-ка первую спецатаку. Ох, офигеть! Энергетический урон ты мне решила сделать, а я тебе кровотечение смогу сделать. Красавица. Чё ты... Опа! Нехило. Ещё один энергетический урончик. А у меня есть кровоточек, дорогуша. Давай-давай. О-о-о! Блин, шок, точнее, это называется. Ну всё. Нехило она так меня помяла. Да, жестоко-жестоко. Конечно, мне хочется пройти мир легенд как-нибудь в своей жизни. Я надеюсь, я до этого момента докачаю свой скиллочек, и вы это будете лицезреть. У нас совсем немножко осталось времени до завершения данного боя. Давайте возьмём череп и кости. Он всё-таки мужичара. Мужик против мужика. Хотел я посвятить данной карте отдельное видео, но мы, наверное, всё сделаем в одном. Потом я как-нибудь обзову полезно данный материал. Давай-давай-давай. Копись-копись-копись. Отлично. Пошла жара. Да, чё ты против меня, что ли, хотел, а? Чувствуешь, у меня ярость набирается. Семь ярости. Офигеть. Давай, давай, бей меня. Попробуй. Ах, блин, блок, собака. Чё, попутал? Давайте, давай, давай. Отлично. Честно говоря, боялся, что он сейчас спецатаку применит. Но вот именно такой крутой у нас череп и кости. Кросс-баунс его ещё называют. Реально персонаж инговый. А вот против нашей чёрной вдовы как раз Электрой будем сражаться. В завершении данной карты, конечно же, откроем ещё один кристалл пятизвёздного героя. Это я говорю для тех, кто промотал видос. Для тех, кто невнимательно, к сожалению, смотрит. Но на самом деле долгие видосы, порядка 20-30 минут, я бы сам, наверное, не выдержал смотреть. Они должны просто захватывать. На постоянной основе, причём. Чё ты? Бить меня будешь, а, старушка? А я угнала. На тебе. Отлично, кровоточек. Чё-то драться будешь, а? На. Отлично. Ещё одну мы завалили. Мне чё-то кажется, с графикой чё-то помудрили разработчики. Какие-то новые тени появились. 9 минут до завершения осталось. Но я надеюсь, я всех сделаю. Итак, Дракс против Йонду. Дракс, конечно же, мне нравится своей... Ой. Своим кровотоком. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Блин, я сказал своим кровотоком. Ты какого фига, Йонда? Ты чё творишь, а? Блин, у меня, короче, какие-то плохие усиления, я смотрю совсем. У меня яд какой-то, что ли, действует на меня. Я же сейчас рухну. На тебе, последний удар мой был. Жёстко, Йонда, ты чё творишь, а? Так, ладно. Череп и кости, мне его жалко. Ты мне тоже нужна, дорогуша. Давайте электрой попробуем завалить его. Наверное, сейчас на мне опять будут те же эффекты. Сейчас мы это посмотрим. Блин, опять эти же эффекты. И такое ощущение, что она тупит просто по-жёсткому. Так, дорогуша, ты мне очень сейчас нужна. Блин, не-не-не-не-не. Офигеть, он выносит только в путь. Надо, короче, какого-то персонажа, на которого не будет действовать вот этот яд. Или что это вообще такое? Так, блин. Какого-нибудь, например, призрачного гонщика. Но тут у меня на всех будет действовать. Так и быть, гамбита мне не так жалко. Ну давай, давай, Йонда. Я знаю, да, 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 ты меня хочешь завалить? Блин, гамбит как будто замедляется прям. Давай, давай, вынеси его. Пожалуйста, несколько ударов осталось. Ну, чёрт, с два, блин. Я боюсь представить, какие эффекты будут на Фениксе, который нас ждёт в конце. Но мне придётся, наверное, всех восстанавливать. Что ж, черепу кости твой выход. Я надеюсь, ты запасся яростью. Но смотрите-ка, на него не действует вот этот вот последний эффект, который был у меня на предыдущих персах. Всё, давай, падай, Йонда. Отлично. Фух. Ну, череп кости меня не разочаровал. Значит, на него тот активный эффект как раз не действует. Ну, а здесь нас ждёт Феникс. Давайте возьмём для начала гильотину и попробуем её завалить. Может быть, это получится у нас? Точнее, у меня. У вас-то, возможно, многое получается. И мир легенд получается. Ох, а что это я такой урон-то ей наношу? А всё дело в том, что у меня какая-то активная супер ярость. Это прикольно. И просто она упала. Не думал никогда, что я так быстро смогу завалить Феникс, несмотря на её мощь в 5000. Это было сейчас забавно. Раскройте мне, пожалуйста, секрет, что это было. Итак, мы получаем немножечко осколков здесь, потом вот эта вот фигня. Рандомизатор какой-то, Модок. Генерируй заново случайные усиления в событии лаборатории Модок. Очень интересно. Отпишите в комментариях, кто в курсе этой темы. Я пока ещё не дошёл. Давайте зайдём в союз, поможем моим союзникам. У меня сейчас, кстати, вон три места свободных. Желательно, конечно, чтобы ваш рейтинг был хотя бы 100 тысяч. Я сейчас именно таких принимаю. У меня, конечно, есть те, у кого нету 100 тысяч, есть меньше, но они достаточно активные. Сейчас я принимаю в основном, ну, 100 тысяч, 50 тысяч. Если вы тоже активны, можно рассмотреть вашу заявку. Так, давайте заберём всё, что здесь мне предлагается. Конечно же, кристальчики. Мы их до сих пор с Саньком копим. Саня уже, мне кажется, давно накопил тысячу. Так, здесь у меня ничего завершённого нет. Ладно, давайте отправимся в чемпиона. Нет, я не хотел отправляться в чемпионов. Кристаллы. И откроем кристалл пятизвёздного героя. 113 тысяч осколков у меня сейчас, но это нам неинтересно. Кристалл пятизвёздного героя. Что ж, давайте покрутим. Кто же здесь мне может выпасть? Я, честно говоря, не знаю, кого бы я хотел заполучить. Но давайте вот нажмём. И... Кто же, кто же, кто же, кто же? Локи! Опа-чки! Мэджик! Обалдеть. По-моему, это круто. Не знаю, какая она пятизвёздная, но четырёхзвёздная, говорят, офигенные имба. Ладно, посмотрим. Насколько я знаю, она пополняет здоровье каким-то образом. Так, что у нас здесь есть ещё? Есть кристалл коллекционера. Здесь редкие персонажи, однозвёздные и двухзвёздные. Должны, по крайней мере, быть. Давайте остановим. И кто же, кто же, кто же здесь у нас? Тор. Отлично. Замечательно. Всё, можно его убрать как-нибудь? Он у меня есть. И так. Кто нам здесь выпадет? Даже Морнинг Стар есть. Пипец. Вот нафига однозвёздные персонажи, а скажите мне, пожалуйста. Я понимаю то, что сейчас в конфликте ещё одно событие появилось. Так, кстати. По счёт событий. Сейчас я отправлюсь сюда. Зайдём, значит. И глянем. Вот оно, событие. Шесть дней длится. Такое впервые. Путь к миллиону. Награды, конечно же, здесь по рангу нет никаких наград. Мы можем дофига осколков пятизвёздного героя получить. И это очень круто. Рекомендую проходить. За шесть дней, мне кажется, можно нехило набрать. Но я пока вот даже 150 тысяч не набрал. Посмотрим, сколько наберу. Ну, 500 тысяч, наверное, точно получится собрать. Итак, у меня через три минуты стартует, короче, арена на Таскмастера. Буду выбивать. И, конечно же, показывать вам. Давайте вернёмся обратно в Кристаллы. Посмотрим, что у меня здесь ещё осталось. Вот есть кристалл трёхзвёздного героя. Кто здесь нам выпадет? Отлично. Выпал Рино. Или Носорог. Я найду, куда применить его и сошечки. Итак, спасибо, спасибо, не надо. Так, есть вот кристалл за 150. Но здесь пятизвёздного, к сожалению, Локи нету. Есть карты три. Кристаллы за задание Союза. Спасибо, кстати, большое всем союзникам за активность, за то, что у нас есть теперь беседа. Все новые игроки будут добавляться в неё. Я надеюсь, мы действительно будем суперактивными. Я, к сожалению, не могу даже теперь в беседе особо нормально отписаться, потому что в личке ВКонтакте полный завал. И всё грустно. Давай-давай, ёжик-ёжик какой-нибудь редкий. Ну? Ага. Фрагменты катализатора 4. Даже фрагмент альфа катализатора выпал. Но остальное тут так себе. О, кристаллы битвы чемпионов. Давайте посмотрим, кто здесь может выпасть. И есть вероятность получить от двух до четырёх звёздного перса. Итак, давай, вот здесь вот. Давай мне... О, гражданский воин. Ну-ну-ну-ну-ну. Опа. Кстати, редкий король груд двухзвёздный. Not bad. Прикольно. Конечно, он мне не особо пригодится. Но можно сейчас прокачать всех двухзвёздных персов и заполучить чё-нибудь интересное. Ну что ж, я смотрю, у меня всё закончилось. Давайте ещё в осколках посмотрим. Нет, здесь ничего нету. Ну что ж, а на этом мы закончим. С вами был по-прежнему Фликер. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока!